Известный журналист Владимир Познер в минувшие выходные произнес пламенную речь, посвященную акту Магнитского, принятого Конгрессом США и закону Димы Яковлева, одобренного депутатами Госдумы. Он достаточно нелицеприятно отозвался о решении американских конгрессменов, но поступок их российских коллег, по мнению Владимира Познера, еще более глупо недальновиден. Он даже привлек на свою сторону классика. Вот я не знаю, читали ли, господа думцы, и слышали ли о таком писателе, был такой Салтыков-Чедрин. Но вообще я бы им советовал почитать, особенно историю насчет унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Так, постойте-ка, давайте еще раз. Вот я не знаю, читали ли, господа думцы, и слышали ли о таком писателе, был такой Салтыков-Чедрин. У любителей различных мистических рассказов популярна история о том, что Николай Гоголь был похоронен заживо. Не можем утверждать, насколько она соответствует действительности, но сейчас автор ревизора, откуда к нам и пришел бессмертный образ, первой в истории России любительницы самоистязаний, наверняка вертится в гробу. Миллионы советских и российских детей вряд ли могли бы допустить подобную ошибку. Но Владимир Познер, воспитанник Нью-Йоркской Стайверсен-Хай-Скул, вряд ли посвящал много времени изучению отечественной классики, что не мешает ему, однако, поучать российских парламентариев. Вспоминается тут другой классик, Александр Солженицын. Еще в 1974 году вырождающуюся интеллигенцию он назвал образованщиной. Что ж, видимо, это именно тот случай.